Сегодня у нас традиционная программа Нина Шапильская Встречайте ее, пожалуйста, все остальное она сама Нина Шапильская Откуда в сердце это тихо Что музыку напоминает Я вижу, как с холодных крыш Я вижу, как с холодных крыш Лучи осенние свисают И утру медленному лень С деревьев смыть Густую просить Сегодня необычный день Сегодня необычный день В меня вошла сегодня осень Исчезли суета, сует И недомолвок, сложный ребус Остался только белый свет Остался только белый свет Сливающийся с белым небом Да в глубине Любимых глаз Опять возникшие свечения Я знаю осень каждый раз Я знаю осень каждый раз Приносит людям очищение Как вновь рожденный Ты стоишь И видишь мира бесконечность Так вот откуда эта тишь Так вот откуда эта тишь Я просто заглянула В вечность Спасибо, друзья мои Спасибо, что вы пришли У вас может возникнуть Некая мысль Что вот почему В весенний, ну скажем так Сейчас еще не весна Но весенний день В первые теплые В свежие дни Эта артистка запела Об осени Вот вы знаете Я думаю у каждого из вас Здесь сидящих В основном людей Есть уже ощущение Опыта жизненного И другого Немножко другого понимания Многих вещей И вот эта песня Это баллада На стихи Ларины Дымовой Была написана мною Еще когда я была Совсем, скажем так, молодая И тогда я действительно Понимала этот текст Что я пишу Об осени Как о времени года Со временем С прожитыми годами Я поняла Что эта песня Гораздо глубже И шире И шире И осень В данном случае Вмещает в себя Гораздо Большее понятие Правда? И вечность Вот именно об этом Опять же Следующая баллада На стихи Роберта Рождественского Тоже это было написано Вообще я была девочкой Мне было 17-18 лет Мне очень понравился Этот текст И я тогда Действительно Писала Об арбатских двориках Об Арбате Вот Но Со временем Очень многое изменилось Во мне И в Арбате И вообще в жизни И я поняла Что это таки Песня О жизни Я богат Повезло мне И родом И племенем У меня есть Арбат И немножко Свободного времени Я подамся От бумажных Запутанных Ворохов В государства Переулков Проспектов И двориков Все, что я Растерял Отыщу В мельтешении Радужу Где битой Конделябру И бетонные Глыбины Рядышком Где гитары Щекочут невест Где тепло От вареньей Малиновых Где колясок На каждый подъезд Десять детских И две инвалидных Там, где Будничный Тополя Перед спящими Школами Там, где Булькают Как вскипевшие Чайники Голуби Нахожу Не хвалить Не командовать Уличной Вьюгою Просто Так Улыбаться И плыть По Арбату Сидеющим Юнгою Сидеющим Я богат. Повезло мне и родом, и племенем. У меня есть и арбат, и немножко свободного времени. Я подамся от бумажных запутанных ворохов в государство, переулков, проспектов и двориков. Спасибо. Я хочу вас предупредить, что сегодняшний так называемый бенефис, это громкое, конечно, название, но красиво, правда, бенефис. И это действительно мой бенефис как композитора. Я сегодня планирую показать вам только свою музыку. И думаю, что исключений не будет. Поэтому приготовьтесь, только мое будет сегодня. И сначала, когда я продумывала этот концерт, я искренне хотела показать самые разные аспекты своего творчества, в том числе и камерную музыку. И хотела пригласить очень хорошего пианиста сыграть. Я, конечно, сама могу, но хотела пригласить пианиста сыграть сонату для фортепиано. Трио струнные я хотела привести, оперных прекрасные, у нас есть артисты оперные, привести, спеть несколько оперных таких хороших камерных романсов. Но потом я решила, что это будет отдельный концерт. Это другой жанр, это другое ощущение музыкальное и эмоциональное. Поэтому сегодня будет так называемый эстрадный жанр. В разных ипостасях этого жанра, но эстрадный. И тем не менее, мне бы хотелось вам показать... У меня много театральной музыки. Я писала в свое время для драматических театров. У меня несколько мюзиклов написано. И вот один из этих мюзиклов довольно долго шел в репертуаре драматических театров «Дон Сезар де Базан» — классическая история испанская. И мне хочется показать вам один номер. Вот представьте, прошла овертюра в испанском стиле. Я всегда все оркестровки делаю сама. И я делала это еще в молодости. И вот в молодости, когда я сделала «Дон Сезар де Базан», оркестровку записала. И вот открываются сцены. И большая торговая площадь городка в Кастилье. И цыганка-красавица Маритана танцует и поет с кастаньетами. И в ее вот этой выходной арии, скажем так, все равно все немножко эстрадно, конечно, это мюзикл. Рассказывается основная фабула вот этого будущего мюзикла. Король Кастильский дом, Алонзо, Он жил сеньоры давным-давно, Любил в одежде оруженосца Бродить по городу перед сном. Раз в толпе он услышал песню, За сердце трогал ее напев, А та, что пела, была прелестней, Самой нежной из королев. Глаза, как два андалузских солнца, А взгляд острее, чем я таган. Поклонился ей Дон Алонсо И бросил сердце к ее ногам. Ты бы лучше мне денег бросил, Сказала девушка королю, Зачем мне сердце, оруженосец, Я только песни свои люблю. Король вернулся с прогулки поздно, Король задумал коварный план, Погубит девушку Дон Алонсо, Ух, попадется она в капкан. Ох, бедной пташке грозит беда, Но бывает порой, Получается все не так, Не так, не так, как задумал король. Получается все не так, Не так, не так, как задумал король. А теперь, уважаемые сеньоры, Подбросьте ко мне несколько луидоров, И я расскажу вам дальше, Что же случилось с королем И прекрасной Маританой. Сейчас хочу я вам начать показывать Свои оркестровки в песнях. И хочу рассказать вам еще Маленькую историю о том, Как однажды мне в руки попал Альмонах латиноамериканских поэтов. Здесь очень много литераторов, Поэтов, прозаиков в этом зале. Это намоленное место ими. И я думаю, Что вам было бы интересно Узнать, что я всегда Очень интересовалась поэзией. Так вот, в этом альмонахе Латиноамериканских поэтов Я нашла два стихотворения, Которые меня очень тронули. И вот одно из них На стихии классика Мексиканской поэзии Амадо Нерво Я написала балладу, песню. И такое странное немножко название Смутное воспоминание. И я хочу с вами поделиться, Что когда я делала оркестровку Этой песни, Моя задача была Показать вот этот аромат Экзотических цветов, Вот эта вот зыбкость Какого-то тумана странного Над океаном, Вот эту какую-то одинокую душу, Которая не может найти себя, Не может найти любовь. Я искала краски. И вот одной из красок Я пригласила, Так называемая, Живого музыканта, Очень тонкий музыкант здесь есть, Виктор Котов, Который играет на армянском дудуке. И вот я использовала этот дудук, И электрогитару записал Алекс Севериноц, А все остальное я уже сама. И вот послушайте, Получилось у меня или нет Смутное воспоминание. There будет много того, Груngитару, Да не, Удаче, И koleх, Где берем VM, Илья Пуэiel, Илья Пуэй, Илья Пуэй, Илья Пуэй Mumbai, Илья Пуэй amusement, Илья Пуэйская капитра у discourses, Илья Пуэй veter, Элья Пуэй, Что-то смутное печалит душу мне, То приснится, то забудется во сне, Словно в сумерках давно прошедших лет Полустертого воспоминанья свет. Пеленою дней за волокном, Что-то светлое, что было и прошло. Коды минули с тех пор или века, Но в душе моей все странное тоска. Но в душе моей все странное тоска. Что-то смутное печалит душу мне, То приснится, то забудется во сне, Словно древний аромат в моей душе, Исчезающим в туманном мираже. Словно краски осыпающихся роз, Словно горечь от невыплаканных слез, О любви, что там на грани временной, Заблудилась и не встретилась со мной. 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 Словно красного, солнечного, талантливого человека, Александра Севастьяна, Прекрасного баяниста международного уровня. И так получилось, что песня, Которую я хочу вам сейчас показать, Стояла в нашем плане с ним и Самая его последняя гастроль в Мексику. Как раз буквально он мне написал Из аэропорта текст-месседж, Ну вот приеду с Мексики и запишем. Он должен был прописать партию баяна В той песне, которую я сейчас хочу показать. Но вот не случилось этого. И я решила сама записать партию баяна, Которую он должен был играть, Собственными руками на синтезаторе. И песня случилась. Песня есть. И она называется «Гармонист» На стихе Ларины Дымовой. И сейчас я хочу представить ее вам В память об Александре Севастьяне. Песня. 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 Спасибо, друзья мои. Песня, которая написана на стихе классика русской поэзии Николая Рубцова «В минуты музыки печальной», была написана изначально для Валерия Леонтьева, с которым, вы знаете, я работала, и он пел мои песни. Но сегодня эту песню исполнит выпускник Московской консерватории, прекрасный тенор. Финалист популярнейшего телевизионного шоу «Голос». Я с удовольствием представляю вам, встречайте, Станислав Светорт. В минуты музыки печаль Я вспоминаю шелтый плюс И голос женщины прощальный И шум порывистых берез И первый снег под небом серым Среди погаснувших болей И путь без солнца, путь без веры И путь без солнца, путь без веры Гоним их снега журавлей Гоним их снега журавлей Давно душа блуждать устала В былой любви, в былом хмелю Давно понять пора настала Что слишком призраки люблю Но все равно в жилищах цыпких Попробуй их остановить Перекликаясь, плачут, скрипи Перекликаясь, плачут, скрипи О шелтом в лёте, о любви О шелтом в лёте, о любви Субтитры создавал DimaTorzok И все равно под небом низким Я вижу явственно до слёз И жёлтый плёс, и берег близкий И шум порвистых берез Как будто вечен час прощальный Как будто время ни при чём В минуты музыки печальной В минуты музыки печальной Не говорите ни о чём 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 В минуты музыки печальной Не говорите ни о чём Не говорите ни о чём сейчас будет исполнила, довольно широко исполнялась и до сих пор, в общем-то, не забывается. Она получила приз популярности советских зрителей программы «Шире круг». Вы знаете, это была популярная программа в Советском Союзе. Я ее лично там пела три раза и с разными оркестрами, и с ансамблями, и сама. Потом ее пел Иосиф Кобзон, ее пела Ольга Пирокс, ее пел Валерий Леонтьев. И совсем недавно мне было очень приятно, знаете, для души композитора. У меня Ольга Пирокс из Латвии, она живет в Риге, написала, что был фестиваль Аскара Строка, фестиваль танго. И эта песня была подарена этому фестивалю, Ольга Пирокс ее исполнила. И мне было приятно, что ее вспомнили, эту песню. Ее исполнял Латвийский оркестр радио и телевидения с Ольгой Пирокс для Оскара Строка, памяти его. Эта песня называется «Забытое танго». Приглушенно, как море за дюмами, Снова старое танго звучит. Снова наши родители юные, Это танго танцуют в ночи. Это танго, забытое, К нам придет в тишине. И ладони раскрытые Ты протянешь ко мне. С темной дачи пустой и заброшенной, Словно памяти детства на бал. Пылью давних времен припорошен, Эти тихие звуки летят. Это танго, забытое, К нам придет в тишине. И ладони раскрытые Ты протянешь ко мне. И ладони раскрытые Ты протянешь ко мне. Мною засушены между страницами, Мною засушены между страницами. И ладони раскрытые Ты протянешь ко мне. И ладони раскрытые Ты протянешь ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ На мой взгляд, чудесную певицу Анна Конинг. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Сонет «Исповедь». АПЛОДИСМЕНТЫ За что я люблю тебя? И долго ли страдать я буду? Любить и не верить в чудо Такая моя судьба Без веры люблю, скорбя Но как я тебя забуду? И долго страдать я буду За что я люблю? Тебя Я шип уношу с собой От розы моей бесценной Отныне о страсти бренной Расскажет мне только боль Я вспомню твою любовь Не горечь и не измену От розы моей бесценной Я шип уношу с собой О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Не смертельна боль Соль, которую воспевают И рану мою омывают В них йод и соль Покинув тоски вдоль Сердце моё оживает Если её воспевают В них не смертельна боль Покинув тоски вдоль Сердце моё оживает Если её воспевают Будет не смертельна боль Аплодисменты Аплодисменты Конкурсы красоты Мне тогда заказали Выходную песню И она исполнялась Когда открывался конкурс Закрывался конкурс И на дофиле Вечерних платьев Эта песня называется Секрет красоты И эта песня тоже На стихи Монастырёва И Пессаржевской Секрет красоты Жар-птица Жар-птица Вам на руку села Так что ж вы печальный Кобедный пьеро Она улетела Опять улетела Оставив в руке Золотое перо Секрет красоты Секрет красоты От нас улетает И в воздухе тает Секрет красоты Великая тайна Волшебная тайна Секрет красоты Секрет красоты Морская волна Вам навстречу стремила Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Художник все краски смешала И смыла волною последней любви На золото осени Очаровала жар птица Надежды лети, лети, живи Секрет красоты, секрет красоты От нас улетает и в воздухе тает Секрет красоты, секрет красоты Великая тайна, волшебная тайна Секрет красоты, секрет красоты От нас улетает и в воздухе тает Секрет красоты, секрет красоты Великая тайна, волшебная тайна Секрет красоты, секрет красоты О, секрет красоты О, секрет красоты Секрет красоты Друзья мои, я упустила один момент Сказать про эту песню Когда я стала ее вспоминать Потому что я ее с той поры Практически нигде ее не показывала Так вот она свой век отжила Большой конкурс, все хорошо И я полностью забыла У меня выбило из моей памяти Третий куплет Вот слова Я не могла вспомнить И я решила, что я попрошу Кого-то из многочисленных поэтов Литераторов здесь Я попросила Лилю Скляр И Лиля написала третий куплет Вот этот как раз А время художник Все краски смешала И смыла волною последней любви Нас золото осени очаровало Жар птица надежды Лети, лети, живи Лиля Скляр Спасибо, дорогая моя Так что Кошкинцы приложили руку Тоже к этому концерту И к моему творчеству Спасибо большое Пришла пора Представить мне Еще одного моего друга Моего старинного близкого друга Много-много лет Мы с ним и выступаем И выпустили диск Встречайте Музыкант с большой буквы Родион Башойер Добрый вечер всем Спасибо, Нине Она меня так представила Что мне как-то самому за себя Немножко неудобно Я согласилась Что хотел сказать я Пока она садится за рояль И она мне даст ля Я попробую Как у нас ля совпадает Я думаю, что совпадает Вы уже послушали песни Какие-то отрывки из мюзиклов Почему я люблю Нину Я просто сейчас Нине признаюсь любви Потому что мы с ней Столько лет дружим И я вот только что Я сейчас за кулисами опять сказал Каждый раз, когда я с ней встречаюсь В концертах На каких-то мероприятиях Еще где-то Я всегда думаю Сколько же в одном человеке Может поместиться талантов Сколько Композиция, которую я сейчас исполню Мы всю жизнь исполняем Произведения других авторов Как бы я их знаю Я их играю Всю жизнь Да, я никогда Не подозревал Что рядом со мной Находится человек Который пишет Другие композиции Не такие, которые вы сейчас слышали Перед этим Она пишет классическую музыку Тоже, как оказалось Но почему-то мне Она раньше об этом не говорила Поэтому следующая композиция Которая сейчас прозвучит Вот Я просто Когда я ее услышал Первый раз Я не сказал Нина Столько лет Ты от меня скрывала Эту музыку Как-то так вот Мы играли чужую музыку А у нас, оказывается Есть своя Это две маленькие миниатюры Я не буду вас нагружать Чем-то большим И долгим Это две маленькие миниатюры С которыми я поступала В консерваторию То есть, представьте Сколько лет назад это было Ой, страшно Даже подумать И Но Этим двум миниатюрам Была уготовлена Уготована Долгая жизнь Потому что Когда я Ну, я поступила В консерваторию Естественно И Скрипачи Горьковской филармонии Где я работала Взяли И стали исполнять И по всем филармониям Все камерные скрипачи Играли эти две маленькие миниатюры Кроме этого Это было выпущено Несколько сборников Самых разных сборников Издательства Советский композитор И тоже Издано И в общем До сих пор Это исполняется Даже вот вторую пьесу Это Элегия Первая пьеса А вторая Юмореска И вот Юмореску Даже переоркестровали Для оркестра Русских народных инструментов Прекрасный оркестр Государственного радио и телевидения Под управлением Некрасова И они ее До сих пор исполняют Вот бывает так Вот две маленькие миниатюрки С которыми поступала В консерваторию Видите, как Никогда не знаешь Иногда напишешь симфонию А она лежит в ящике Вот Вот такая судьба Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 Как пела эта скрипка, Эта скрипка, Одною только правдою дышал. И вспомнилась мне каждая ошибка, Которую я в жизни совершал. И вспомнились мне те, Кого обидели, Кому ответной дружбы не дали, И те, кого напрасно ненавидели, И те, кого напрасно полюбили. Как пела эта скрипка, Эта скрипка, Как будто озаренье пришло. И все, что было прочным, Стало сыпким, А сыпкая вдруг силу обрело. Как пела эта скрипка. И я взгляну на мир, Совсем рад. Как будто озаренье пришло. И все, что было прочным, Стало сыпким, А сыпкая вдруг силу обрело. Да, я взглянул на мир, Совсем иначе, Но вспыхнул свет, Затев меня лучом. Увидел я усталого маэстро, А скрипка оказалась ни при чем, Ни при чем. Увидел я усталого маэстро, Спасибо, мои родные, спасибо. Был такой телевизионный фильм, Который снимала совместное производство Первое творческое объединение И Барандов фильма «Чехословакия». И режиссером был Анатолий Монастырев, Вот тот поэт, с которым я, Монастырев Писаржевская, Который, Он был режиссером этого фильма. И он заказал мне несколько песен К этому фильму, Которые были написаны. Разные исполнители их уже записали, И записали их в Праге, В студии Карла Готта, Для кого-то это, наверное, еще имя. И вот одна из этих песен... Получилось так, что с годами... Вот я вернусь... Знаете, зеркальная реприза называется в музыке. Это зеркальный реприз, когда ты возвращаешься к началу. И пересмотрев очень многое в своей жизни, Я поняла, что эта песня совсем не о том, О чем я думала, когда ее сочиняла. Это тоже на стихе Ларины Дымовой. Так вот жизнь меня с этой поэтессой связала Еще с давних-давних времен. Она живет, кстати, в Израиле. Чудесная поэтесса. И что удивительно... Вот интересно... Я не планировала это рассказывать, но вы хорошие слушатели. Я просто поделюсь, как судьбы человеческие иногда переплетаются, как что-то такое неведомое ведет нас по жизни. Мы с ней ни разу не виделись. И самые ее первые стихи, вот эти, которые сейчас я вам спою, Я нашла в подборке газеты «Московский комсомолец». Песня была сочинена отдельно, даже не для фильма. А потом, когда Толя Монастырев ее услышал, Он говорит, я хочу ее в фильм, я ее возьму. И вот тогда я совершенно ее по-другому ощущала. А вот сейчас, когда я делала оркестровку этой песни, и когда, ну, жизненные обстоятельства, судьба повернула совершенно по-другому, эта песня заиграла вот в моей личной судьбе совершенно другую партию. Она стала песней моей жизни в чем-то, песней моего отношения к этой жизни. Эта песня называется «Пойду одна». Пойду одна дорогою пустынной, Последней дорогой бытия на том пути Ни милого, ни сына, Я на том пути вселенной, я на том пути Ни милого, ни сына, на том пути вселенной, я Я не возьму с собою даже хлеба, Не нужен мне ни посох, ни с ума. На той дороге лишь земля и небо На той дороге только свет и тьма Воздушные и каменные своды И небесомость облачных одежд. Впервые я почувствую свободу От страха, от желаний и надежд. Убежу в новом странном измерении Земные непонятные дела И, может быть, в последнее мгновенье Я все-таки пойму, зачем жила Я все-таки пойму, зачем жила Пойду одна дорогою пустынной Последнюю дорогой бытия На том пути ни милого, ни сына, на том пути вселенной и я На том пути вселенная и я Я все-таки пойму, чем жил Я все-таки пойму, чем жила Я все-таки пойму, чем жила Спасибо, друзья мои. Это очень личное. Вы поняли. А сейчас одна из наиболее, скажем так, востребованных моих песен. Она тоже была написана к этому фильму «Солнечный жар». Исполняла ее Хелена Бондрачкова, чешская певица. И сейчас, последние 15 лет, эта песня в репертуаре всеми любимой Светланы Портнянской. Сегодня эту песню споет Анна Конинг. И эта песня называется «Гадалка» на стихе Анатолия Монастырева и Ольги Писаржевской. Что ж, гадай мне, гадалка, играй свою роль, Заходи в мою жизнь без стука. Ну, конечно же, был благородный король, Но настала потом разлука. Про забытый давно интерес расскажи, И про хлопоты чьи-то пустые. Разложи мою жизнь, как пасьясь, разложи. Ничего, пусть эти угли остыли. Ах, судьба, не гроза, не пройдет стороной, Никуда от судьбы мне не деться. Что же выпадет мне этой ранней порой, И на чем успокоится сердце? Не достать, не догнать быстро ноги коней, Не достать ночью звездной. Что же выпадет мне среди ярких огней, Кроме этой дороженьки поздней? Нагадай мне до дна, Быстро ногих коней, Кроме этой дороженьки поздней. Нагадай мне до дна, Быстро ногих коней, Нагадай до звезды дотянуться. Пусть осветят дорогу мне Тысячи огней, Пусть веселые песни прольются. Нагадай, Нагадай, Чтоб была мне беда, Не беда, Чтоб в огне не искала я броду. А не сможешь, гадалка, Да, все ерунда, Разложи мне другую колоду. А судьба не гроза, Не пройдет стороной, Никуда от судьбы мне не деться. Что же выпадет мне Этой ранней порой, И на чем успокоится сердце? Не достать, Не догнать быстро ноги их коней, Не достать до звезды ночью звездной. Что же выпадет мне Среди ярких огней, Кроме этой дороженьки поздней? Не достать, Не догнать быстроноги их коней, Не достать до звезды ночью звездной. Что же выпадет мне среди ярких огней, кроме этой дороженьки поздней? И сейчас мы дружненько все споем песню, которая, на мой взгляд, стала самой популярной из мной написанных. Она до сих пор крутится бесконечно в ретро-канале. И Кобзон исполнял, и Ольга Пирекс. И эта песня в 1982 году была создана. И на Всероссийском конкурсе артистов эстрады в Сочи сразу восемь исполнителей, конкурсантов, пели эту песню. Ее назвали «Конкурсной песней конкурса». Да, вот так получилось. На стихе Леонида Куксо. Хорошая погода! Если долго не приходит старый друг, И улыбок мало светится вокруг, Если стаи птичьи тянутся на юг, А за окнами дождинок перестук, Если в небе пасмурная тень, Ни заката, ни восхода, Знай, что должен быть и ясный день, Будет и хорошая погода. Будет и хорошая погода. Если песню за унывную трубя, Льются, бьются ветры, ветки деревя, И грустят сады, вздыхая и скорбя, А любимый друг уходит от тебя. Если в небе пасмурная тень, Ни заката, ни восхода, Знай, что должен быть и ясный день, Будет и хорошая погода. Будет и хорошая погода. Если кто-то, не доверясь никому, Всюду видит лишь безрадостную тьму, Если трудно человеку одному, Ты скажи, придя на выручку ему. Если в небе пасмурная тень, Ни заката, ни восхода, Знай, что должен быть и ясный день, Будет и хорошая погода. Будет и хорошая погода. Если в небе пасмурная тень, Ни заката, ни восхода, Знай, что должен быть и ясный день, Будет и хорошая погода. Если в небе пасмурная тень, Ни заката, ни восхода, Знай, что должен быть и ясный день, Будет и хорошая погода. Будет и хорошая погода. Будет и хорошая погода. Спасибо, мои дорогие, спасибо, мои дорогие зрители. Друзья мои, последнюю точку я хочу поставить. Песня, которая была написана в 18 лет на стихе Михаила Плецковского. Но я хочу сказать, что ничего во мне не изменилось в отношении к жизни По сравнению с тем состоянием, Когда я сочиняла эту песню. Это не полная песня, только второй и третий куплет. Дел немало вокруг, нам повсюду найдется работа. Я не буду искать никакого покоя и впредь. Так прожить я хочу, чтобы сделать счастливым кого-то. Мне бы только успеть, мне бы только успеть. Вот опять тороплюсь встретить в поле рассвет синий-синий, Не забыв ни строки, песни вместе с друзьями допеть. Есть мечта у меня, сделать землю добрей и красивей. Мне бы только успеть, мне бы только успеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода!